РАМУЗИКА Привет, ребята, с вами РАМУЗИКА И это одна из ваших любимых рубрик про теории заговора В жизни звезд часто происходят непонятные события, которые по каким-то причинам скрыты от общественности Я не говорю, что это правда, это просто безумные теории, которые ходят по миру Но некоторые из них настолько безумные, что я в них верю Итак, поехали Первая теория сегодня немного пугающая, несмотря на то, что в ней особо ничего такого нет Дело в том, что Тейлор Свифт может быть одним из влиятельных членов Слушайте, я не буду вам рассказывать про... Это как то, что было в Вегасе, никто не говорит про... Так вот, однажды анонимный пользователь написал на... Мол, ребята, я один из 50 самых знаменитых людей в мире Спрашивайте меня о чем угодно, отвечу на любые вопросы Тогда у него спросили, и чем ты знаменит? На что аноним ответил, я артист Потом аноним выложил свою фотографию На фотографии оказалась девушка, без глаз, чтобы никто не понял, кто она Сидела она на фоне занавесок Но! Позже Тейлор Свифт выложила видео на фоне тех же занавесок Затем аноним вернулся на... и спросил Как мне назвать свою кошку? Одним из предложений было Мередит И что вы думаете? Да! На следующий день Тейлор Свифт называет свою кошку Мередит Далее тот же аноним запостил на... фотографию с текстом Nothing like a freezing cold wintery beach Находясь зимой на фоне холодного пляжа Далее в этот же день Тейлор Свифт запостила в твиттере фразу Nothing like a freezing cold wintery beach И приложила фотографию зимнего пляжа Фраза повторилась слово в слово, это не могло быть случайностью Затем на радио появился конкурс супер фанат Тейлор И победитель мог выиграть звонок Тейлор Свифт Пользователи нашли на сайте 40-летнего мужчину по имени Чарльз Начали продвигать хэштег голосуйте за Чарльза И хотели, чтобы этот Чарльз позвонил в прямом эфире И спросил, не она ли это отвечает на все вопросы на сайте В итоге Чарльз выиграл Но прямо перед тем, когда пришло время звонить Тейлор Свифт Все свернулось Может быть потому, что Тейлор была в курсе? Слушайте, на... происходит очень много страшных, странных и смешных вещей Если вы думаете, что Тейлор Свифт такая милая и веселая девочка То рэпер Дипла готов с вами не согласиться Однажды он сказал Тейлор очень серьезно подходит к выбору друзей и врагов Все планирует Я знаю много секретов Не могу рассказать, но знаю много о ней Вокруг нее точно происходит что-то странное И мне страшно Я боюсь за свою жизнь Офигеть Дааа Я всегда знал, что вокруг Тейлор Свифт происходят какие-то вещи Следующая теория о клонировании звезд А также о том, что певец Форелл Скорее всего знает секрет вечной молодости Окей, тут без шуток, ребят Я знаю, звучит сомнительно Но эта теория на самом деле у меня вызывает дрожь по телу И давайте я расскажу почему Форелл вы все знаете, конечно, по песне Хэппи Или по песне Фридом Или еще какой-нибудь песен Как исполнителя вы его узнали только сейчас Но в шоу-бизнесе, как продюсер Он уже очень давно Просто не светится на камерах Так вот, дело в том, что он ни капли не постарел Посмотрите на фотографии Вот он в 2013 году Вот он же в 2003 Это он в 1990 году 27 лет назад Следующая фотография очень пугающая Приготовьтесь Люди предполагают, что это тот, кем мог быть Форелл В 1492 году Уф, это же тот же самый Форелл Это его лицо Он ведь такую же шапку недавно носил Это на самом деле страшно И что более страшно Так это то, что есть предположение, что Форелл такой не один И много лет назад были такие же звезды и знаменитости ДНК которых брали и сохраняли А потом делали этого человека известным снова Только другие звезды появляются на свет каждые 50-60 лет путем клонирования Говорят, клонирование тестируют уже очень много лет И людям известна всего лишь крошечная часть Якобы попытки, которые, возможно, стали неуспешными Посмотрите на эти фотографии Это фото звезд прошлых лет и нынешних Которые очень-очень похожи друг на друга Может быть, потому что их ДНК одинаковый Для начала фото Леонардо Ди Каприо Потом есть Брюс Уиллис Потом есть Эдди Мёрфи Также Куин Латифа Ведущий Тонайт Шоу Джимми Феллон И, наконец, самый пугающий, на мой взгляд, и похожий Джастин Тимберлейк Еще раз, я не утверждаю, что это правда Но вы же видите, насколько они все похожи Нет, вы представляете, если бы Голливуд занимался клонированием знаменитостей? Не знаю, может быть, я даже верю немного в эту теорию Последняя очень популярная теория заговора на сегодня О том, что Тупак Шакур до сих пор жив И в данный момент живет на Кубе Все знают знаменитого рэпера Тупака С его феноменальной музыкальной биографией Который выступал в начале 90-х Но, как минимум, вы слышали о нем, это точно На альбоме 1995 года Me Against the World Тупак предопределяет свою смерть в песне So Many Tears У меня есть видение, что я покидаю этот мир в гробу Бог, ты чувствуешь меня? Забери меня от этого давления, от этой боли И покажи мне снова счастье Через полтора года Тупак в своей машине Находясь в Лас-Вегасе с продюсером Был застрелен насмерть Или нет? Вот как предположительно проходила его смерть 7 сентября Тупак и Марион Найт встали на красном свете светофора К ним подъехал белый кадиллак и выстрелил 4 раза Пуля пронзила легкая насмерть И через неделю 25-летний рэпер умер от внутреннего кровотечения Но если верить пословице, легенды никогда не умирают И, возможно, в случае Тупака это оказалось правдой Данное фото последнее, которое было сделано перед смертью Тупака Дело в том, что рэпера застрелили 7 сентября 1996 года А на фотографии написано 8 сентября Фотографию сделали позже Сразу напрашивался вопрос Почему в замке зажигания нет ключей? Также было известно, что произведено 14 выстрелов 4 из которых попали в Тупака Марион Найт сидит рядом с Тупаком Довольно крупный мужчина, как вы можете заметить Не ранен ни разу Может он сам подстроил убийство? Не знаю, верьте чему хотите Но я считаю, никому так не может повезти Так как в Тупака стреляли еще в ноябре 1994 года С тех пор он постоянно носил на себе пуленепробиваемый жилет И не кажется ли вам это странным, что вдруг в такую людную ночь шумную Он забыл его надеть? Еще одно маленькое замечание БМВ на фотографии Совсем не тот бумер, что был в следственном видео Были еще нестыковки Убийц так никогда и не нашли Один из членов группы Тупака возмутился Мол, как так? Это же Америка Мы даже нашли Бен Ладена И правда, почему так сложно найти того, кто убил Тупака? Что до сих пор скрывает полиция? Улицы Лас-Вегаса забиты под завязку Там и туристы, и жители Убийство рэпера состоялось через пару часов после боя Майка Тайсона На улице была просто куча народу И что никто не заметил огромный белый котелак И не услышал выстрелы? В официальном отчете указано, что убитый Тупак был ростом 183 сантиметра И весил 97 килограммов Хотя на водительском удостоверении написано, что Тупак ростом 177 сантиметров И 80 килограммов Нехилая разница, правда? В 16 килограммов После того, как рэпер попал в госпиталь Только врачи и мать видели его Спустя годы Афини Шакур дала интервью Где сказала, цитата В конце концов, он решил уйти спокойно Что мать имела в виду под этой фразой? Может быть, Тупак приложил руку к своему уходу с глаз публики? Тупак был кремирован И мужчина, который его кремировал Сразу же ушел на пенсию И никто его больше никогда не видел Не правда ли странно? После смерти Тупака вышло 7 альбомов под его именем Больше, чем при жизни И песни вроде как были записаны до его смерти Что как минимум сомнительно Итак, действительно ли Тупак мертв? Давайте учтем некоторые факты Первое В 2014 году в декабре Обама восстановил дипломатические отношения Между США и Кубой Таким образом, смягчив ограничения на денежные переводы И путешествия Второе Тетя Тупака Асата Шакур Политический активист Сбежала из тюрьмы в 1977 году После обвинения в убийстве Живет на Кубе с 1984 года Ей там предоставили политубежище Третье Тупак интересовался нумерологией Особенно цифрой 7 Его последний альбом назывался Seven Day Theory А умер он Ровно через 7 месяцев После выхода последнего альбома при жизни Он умер, когда ему было 25 лет После нахождения в течении 7 дней в госпитале А время смерти 4 часа 3 минуты И наконец четвертое Альбом Кендрика Ламара To Pimp a Butterfly Вышел 16 марта И включает в себя Разговор с Тупаком На последнем треке Mortal Man Вы спросите, что у всех этих фактов общего? А то, что Тупак Сейчас, возможно, жив И находится на Кубе Теория заключается в том, что Тупак Сфабриковал свою смерть И живет сейчас со своей тетей Вдали от масс-медиа Вдали от врагов рэперов Тупак знает, что его не найдут Там, куда американское государство Толком не сует свой нос Спустя 20 лет Он, скорее всего, истратил свои денежные запасы Поэтому продал права на свои альбомы Лейблу Interscope Который работает с Кендриком Ламаром На самом деле Все сходится Тот самый Марион Найт В 2012 году намекнул, что Тупак жив Сказав в интервью, что Никто не видел Тупака мертвым Тупак был революционным рэпером Затрагивал проблемы черных и разные политические вопросы Никто, ни Джей Зи, ни Канни Уэст, ни Эминем Никто не привлекал такое внимание общественности Поэтому фанаты и верят Тупаку Верят, что он еще жив И что никакая пуля его не остановит Может полиция и правда скрывает Какие-то серьезные факты, которые мы не можем принять? Или сам Марион Найт спланировал убийство Чтобы нажиться на Тупаке? Или наоборот помог ему? В любом случае, все было не так, как нам говорили Это все на сегодня У меня есть плейлист с теориями заговоров Заходите и смотрите остальные Особенно предыдущую Там есть небольшой намек на Тупака А во что вы поверили? Пишите в комментариях А главное, не верьте всему, что читаете в интернете Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok